приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донскова и сегодня мы с вами будем учиться делать стрелки так как скоро новый год хочется выглядеть особенно как-то празднично особенно эффектно и в этом конечно нам помогают стрелочки но нарисовать их нужно очень аккуратно и подобрать именно под ваш каждый под свой разрез глаз подбирает и тот эффект который вы хотите достигнуть и насколько я знаю стрелочки бывают разные прям можно рисовать их в ресничках то есть чтобы просто увеличить глаз и сделать более таким вот выразительным взгляд а можно рисовать стрелки толстые потоньше длинные хвостики короткие хвостики я сегодня вам покажу стрелочки как я рисую карандашиком и подводкой начну с карандаша что важно я беру карандаш зима очень важно чтобы он был хорошо заточен то есть остренький хороший кончик далее стрелку конечно нарисовать не так уж просто но если вы натренируетесь то вы будете мастером стрелок то есть нужно просто чаще практиковать как я это делаю я беру сначала прокрашиваю внутренний уголочек глаза вот так просто прокрашиваю стараюсь конечно делать сразу ее ровненько стрелочкой далее я работаю сверху уже вот так руку держу то есть не никак я не подлезу в реснички то есть нужно сверху над ресничками это сделать я подлазил надеюсь вам хорошо будет видно вот таким образом аккуратненько прокрашиваю и смотрите как я крашен я стараюсь и в ресничках все прокрасить внутри тогда у нас будет тушь смотреться и сами ресницы более густыми и пышными такими веерными и провожу четкую линию над этой прокрашенной же стрелочкой и проверяю чтобы вот это соединение было четким то есть видите сделали еще кусочек двигаемся дальше продолжаем прокрашиваем все мне нравится карандаши ими конечно хорошо можно прокрыть внутри все потому стрелка она делает такую четкую линию без всяких там как говорится заходов в ресничное пространство то есть вот я сейчас прокрасила довожу вот до этого места и смотрите если мы будем с вами красить стрелку дальше вот как у нас лежат реснички то мы ее уведем вниз из другого варианта не будет то есть она будет идти вниз и глаз спустится получится такое печальное лицо как у гульдога в этот момент мы останавливаемся делаем стрелочку вверх то есть вот такое движение вот из уголочка мы прокрашиваем такую черточку вверх длину потом можно будет отрегулировать здесь вот мы прокрасили черточку вверх можно будет потом потолще сделать подлиннее вот и далее мы соединяем делаем красивую линию соединительную то есть нарисовала тут у нас пустота мы ее прокрашиваем прокрываем этим же карандашиком и оп получилась маленькая стрелочка чуть поаккуратнее конечно когда вы работаете на камеру естественно перед зеркалом мне удобнее то есть у меня две руки свободными не надо держать зеркало я могу немножечко где-то там поддерживать кожу где-то натяжение сделать и так далее то есть вот сейчас получилась такая стрелка что мы можем сделать смотрим на лицо и как я хочу чтобы стрелка выгляделась если чуть больше это я начинаю и отсюда вот увеличиваем в эту сторону и немножечко вот сюда поднимать у нас с вами всегда есть еще ватная палочка со средством для снятия макияжа и мы всегда можем стрелочку подкорректировать так как мы хотим об стрелочку получилось чуть больше и эффектнее конечно когда у нас будет завершён макияж лягут тени нижняя подводочка все эти единицы реснички то стрелка будет именно такой как должна быть сейчас может быть она кажется слишком большой такой длинный но мне уже все равно нравится смотрите какой сразу огромный стал эффектный глаз это рисование карандашом она такое безопасное никуда мы не ткнем лишний раз потихонечку работаем второй глаз я вам покажу как я крашу подводкой с подводкой немножечко все посложнее вот такой я буду использовать подводку верими мне она очень нравится у неё прикольный длинный хвостик что очень важно нужно снять излишки сразу очистить кисточку чтобы она чтобы не ляпнуть подводку в одним пятном куда-нибудь кучей здесь очень важно регулировать сам процесс делаю то же самое сначала прокрашиваю уголочек можно снизу начать можно так сверху так видно хорошо фух я прям задерживаю дыхание потому здесь очень важно четкую линию если у меня дрогнет рука или будет какое дребезжание то стрелка будет неровная и будем ее стараться стирать и заново крастью вот прокрыли часть я могу чуть-чуть подправить как видите что подводка это делать не так удобно опять забираюсь в тюбик с подводкой снимаю излишки здесь как рисование пером я очень люблю рисовать писать рисовать тушью именно перо мне это нравится далее веду стрелочку что мне здесь не очень нравится пачкаются реснички они склеиваются их нужно сразу так вот я пальчиками снимаю намазала и вытираю латочку потому что если оставить то будет очень потом ресницы склеится и будет очень трудно прокрасить то же самое хорошо регулирует толщину потому что в начале подводочка сначала идет тонко потом она может становиться шире можно резать еще очень широкие стрелки тоже прикольно смотрится на вечернем макияже довела как видите я тоже делаю это с отрывом не обязательно одной линии потому что это может просто не получится делаю то же самое галочку такая галочка еще нужно набрать подводки здесь приходится несколько раз нырять в тюбик с подводкой потому что лишнего нельзя выбрать когда слишком мало тоже ничего не получается уже каким-то нам мазками будет нам это тоже не нужно у нас такой хвостик желательно сразу его сделать таким как хотим и соединяем сразу прокрашиваю пустоту чтобы ее не было и смотрим какая стрелочка получилось тут очень быстро нужно реагировать если стрелка подсохнет ее будет сложнее стереть то есть тут можно делать ее длиннее например стереть хвостик чуть-чуть мы успеваем так как тени нету мы можем все это сделать и опять же есть два способа рисования стрелок на чистое века или уже сверху по теням и тот и другой способ в общем-то имеют право на жизнь так стрелочку убираю например если я хочу сделать чуть-чуть сторону подлиннее средства вытираю набираю опять подводочки чуть-чуть такой процесс кстати очень увлекательный я знаю что любая девушка может нарисовать стрелки если захочет научиться то она их научится делать легко и уводим чуть чуть дальше например это будет такая вечерняя длинная стрелка как видите подводкой получается стрелка более выразительно более четкая такая карандашом более спокойная такая нейтральная как бы более естественный макияж и вот мне например под такой светлый оттенок волос больше нравится стрелка не четкая такая черная а именно спокойно немножко растянутая как бы такая вот слабенько прокрашенная ну в общем-то стрелка это и так хороша поэтому я вам что хочу сказать девчонки не бойтесь экспериментировать берите пробуйте выберите время чтобы не надо было прям бежать и сделайте разные варианты стрелок делайте фотографии делайте сэлфи смотрите как вам нравится потому что я даже когда рисую картинки я нарисовала мне кажется все круто я делаю фотографию смотрю на фото и сразу вижу где недочеты где нужно добавить цвета где тени и так далее то же самое с макияжем сфотографировали посмотрели вы сразу увидите где нужно там затемнить где стрелку удлинить может быть укоротить то есть вы сразу увидите вот как красивее как будет эффект не вот я вам желаю чудесных экспериментов классного новогоднего макияжа и пишите отзывы и вопросы в комментариях рассказывать как у вас дела обстоят со стрелками во-первых любите ли вы вообще стрелки красите ли вы их или у вас с ними огромные проблемы вот я желаю с ними подружиться потому что они классно выручают нас на на таких эффектных вечерних макияжах с наступающим до новых встреч пока пока гоупрон стоп видео